Что означает рождение гуру? Рождение человека, конечно, означает день, когда он появился на свет. Когда его рождает мать из своего чрева. Но мы говорим не об этом. Очень естественно. Когда что-то невероятно глубокое, когда что-то очень ценное, происходит с вами, тогда естественным образом, неизбежно вы как бы немного отходите от повседневной жизни. Так же сделал и Ади-йоги. Он отправился в горы. Те из вас, кто приехали из городов, не думайте, что горы, это означает деревня в горах. Горы, где обычно нет людей. Никакого движения в особенности. Потому что, когда достигаешь определенной осознанности и чувствительности, проблема в том, что любое движение, которое кто-либо совершает, неосознанно, причиняет боль в какой-то степени. так что естественным образом вам хочется быть в том месте, где никого нет. Где нет лишнего движения. в какой-либо ситуации, которая бы благоприятствовала внутренней неподвижности. Люди вокруг меня, у них есть такая проблема. Мы с этим постоянно сталкиваемся. Потому что, когда я активен в социальном плане, я социально активен больше, чем большинство других людей. Возможно, я делаю даже больше селфи, чем большинство других людей. Но, когда я один, даже малейшее движение, одно дополнительное слово, может раздражать меня. потому что такими вы и хотите быть. Но вы не можете таким образом работать с миром. Так что от глубины неподвижности к глубине активности это не выбор для любого разумного человека. Это выбор в том плане, что требуется от вас. От потребностей мира вокруг вас. Когда Ади-йоги выбрал игнорировать всех вокруг него и просто сидел и делал то, что хотел. После этого, когда он решил поделиться, он обратился на юг. Мы сейчас на юге. Но тогда, в те времена, все, что было южнее Гималаев, считалось югом. Так что, мы тоже на юге. Он повернулся на юг. Во-первых, показывая движение солнца к югу. И другое измерение даже сегодня, по крайней мере, в английском языке. не в индийских языках, но в английском языке, когда мы говорим юг, мы говорим о том, что показываю направление вниз. На фондовом рынке цены идут на юг, это значит, что цены идут вниз. Это так думают только в северном полушарии. Они думают, что юг ниже, что-то более низшее. Но для тех из вас, кто не знает, экватор во многом самая высшая точка на планете. так что он повернулся к югу, показывая, что он разбивает все социальные нормы. Он больше один клан людей не будет выше другого. Те, кто говорят, что они выше по рождению или по связи с чем-то, он постарался разрушить все это, поворачиваясь на юг. Этим он говорит, что высшее знание будет передано обращаясь на юг. Возможно, вы не знаете, но люди думают даже сегодня. У них существует такое предубеждение. В большинстве деревень южная часть деревни это всегда там живут люди низших каст на южном конце деревни. Даже сегодня это можно увидеть в большинстве деревень. Так что он повернулся на юг, показывая, что не существует ни каст, не существует ни высшего, ни низшего в человеке. Каждый человек, кто готов и открыт, он может это сделать. Начиная с этой демократизации знания и познания, что знания и измерения, лежащие за пределами, это неча-то собственность, которую кто-то может удержать. Он убедился, что это доступно всем. То, что находится за пределами вашего восприятия, когда кто-то говорит об этом, о том, что лежит за пределами вашего восприятия. Это звучит нелогично или странно или глупо в зависимости от вашего решения, от того, как вы на это смотрите. Все, что вы не можете понять, должно быть это глупо. Он сомневался, нужно ли мне заниматься всем этим. Но затем он решил. И мы очень рады, что он сделал такое решение. Что не имеет значения, насколько его будут подвергать насмешкам, и не имеет значения, как его будут называть люди, он решил, что он будет делиться. Это глубокое существо, когда он решил, это было не личное решение, это стало путем, это стало культурой, которая взрастила тысячи и тысячи учителей на протяжении многих тысячелетий. людей. И вот мы здесь, в предгорьях Веллингери. Эти горы во многом это каскад его энергии и многих других, кто пришли после него. это фактически материальное проявление его знания. Сейчас со современными технологиями возможно, что сейчас люди смогут это понять. До этого было даже сто лет назад об этом невозможно было и говорить, но сейчас со с современными технологиями. Даже китайцы могут понять, о чем я говорю. Они ни слова не понимают по-английски. Я не знаю ни слова по-китайски, но они могут меня понять. Потому что у них в руках есть один гаджет. И сегодня, если у вас в руках есть гаджет, вы можете знать практически что угодно. Вы можете узнать, что 15 тысяч лет назад гуру Пурнема, какой был день недели 15 тысяч лет назад? Вы можете спросить у этой дамы. Она скорее всего сможет вам сказать, сделать это вычисление, потому что планета вращалась с такой же скоростью, как и сегодня. Так что нет никаких сложностей с этими вычислениями это довольно просто. Так что вы можете понять, что кусок пластика и металла может сделать очень много. Он может нести очень много часов музыки, разговоров, или все это может просто быть в воздухе, в облаке. Так что то, что находится в форме энергии, может стать звуком, может стать светом, может стать визуальными образами, можно назвать это аудио или видео, неважно, но по сути происходит вот что. То, что хранится в форме энергии, находит проявление таким образом, что ваши органы чувств могут воспринять это как видео, аудио или каким-то другим способом. Как только вы поймете, что знание может храниться в форме энергии, это гораздо проще сейчас, потому что есть определенный контекст. так что в форме горы. К счастью, никто не сможет потревожить эти горы, потому что это охраняемые горы. Есть Кайлаш, через месяц мы будем там, есть Дьяна Лингая. Таким образом, существует множество других форм, в которых хранится знание в форме энергии. что является определенным то, что является определенным уровнем знания, чтобы найти логическое объяснение для вашего интеллекта и чтобы объяснить это таким образом, чтобы возможно, это звучит абсурдно, глупо. это не звучит глупо. Это очень важно. Люди, если они что-то не понимают, очень важно, вы все должны это знать, особенно те, кто женат или замужем. понимают, если вы хотите сказать что-то кому-то, то, что они не поймут, вы должны сделать это немного более сложным. дураком. Они должны понять, что они не понимают очень сложных вещей, но если вы должны сделать так, чтобы они осознали очень простые вещи, что они не понимают простых вещей, то есть опасность, что вас могут назвать дураком. Так что это опасность, с которой сталкивается гуру, когда он переходит в режим передачи, потому что вам нужно сделать это настолько просто, насколько возможно, но при этом не звучать глупо. Это сложно. Ничего, если вы звучите странно, некоторые уйдут, но некоторые сейчас некоторых привлекает что-то странное, странные вещи. Если вы звучите очень заумно и очень сложно, тогда те, кто думает, что они очень интеллектуально развиты, они останутся. потому что они усложнили самые простые аспекты своей жизни. Но для того, чтобы усложнить, для того, чтобы сделать простыми самые сложные аспекты жизни, вы всегда рискуете. Существует риск, что кто-то, кто не может понять, что это такое, назовет это глупостью. так что этот риск Адь-йоги пошел на этот риск. И после него большое количество великих людей. Так в чем же здесь дело? Гуру, как вы знаете, означает тот, кто развивает, рассеивает тьму. разве сложно включить свет? Включить свет не сложно, но для того, чтобы слепой человек мог увидеть, сделать так сложно. Включить свет не сложно, это просто, потому что вам не нужно включать свет, свет всегда включен, свет всегда присутствует, вы можете притворяться, что вы его выключили. Если вы скажете, что он всегда присутствует, никто его не увидит, вам нужно говорить нет, нет, подождите, вот сейчас он появится, тогда возможно они его увидят. Так что кто-то кто не может видеть, показать ему свет очень сложно. в таком же смысле во внутреннем мире включить свет для кого-то, кто не имеет видения внутри себя, это то же самое. И что такое свет внутри? Зачем он? К чему он? Мы очень легко можем поместить лампочку внутри вас, но вы по-прежнему не сможете видеть этот свет. Возможно у вас из ушей будет идти свет и возможно он распространится вокруг и поэтому людей но проблема в том, что вы-то его не будете видеть. когда мы говорим свет чтобы понять свет что-то горит и распространяет свет не так. По своей сути свет означает что в человеке восприятие человека свет означает зрение значит если есть свет значит вы можете видеть если света нет значит вы не можете видеть. даже для того чтобы видеть это не обязательно означает видеть в физическом смысле глазами. В английском языке говорят I see значит я понимаю раньше люди постоянно так говорили они говорят I see я вижу или я понимаю сейчас уже это меньше используют так что значение гурупурнима в том что это напоминание о том что существует измерение в жизни если вас не спровоцируют и вы не будете искать в этом направлении вы никогда даже не направитесь на эти поиски вы никогда не увидите возможно это будет самое глубокое измерение возможно это будет большее чем все что вы знали в своей жизни это может сделать все что вы знали в жизни чем-то незначительным но пока до тех пор пока вы будете позволять себе или до тех пор пока кто-то будет кто-то не начнет направлять вас вы никогда даже не осознаете что существует нечто подобное что Продолжение следует...